От общественно-политической ситуации и преступности до налоговых инноваций и состояния дорог. Таков спектр вопросов, которые сегодня обсудили на совещании во Дворце Независимости. Но одной из самых резонансных тем стал разговор о тех, кто еще вчера выступал против страны, уехал, а сегодня вроде как раскаялся и хочет вернуться. Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Это позиция президента. Решено. В Беларуси в кратчайшие сроки создадут межведомственную комиссию. Она будет работать с гражданами, желающими вернуться на родину. В ее составе будут не только должностные лица, но и депутаты, общественники. Все, кто хочет домой, но боится, смогут получить разъяснение, есть ли к ним вообще претензии и какие. Все должно быть индивидуально, справедливо, в рамках закона. Это принципиально для главы государства. Работа будет вестись не агулом, а с каждым персонально. На это есть запрос в обществе, люди прозрели, обращений много. Александр Лукашенко уже неоднократно подчеркивал, точки напряженности нам не нужны. Сегодня время такое и такая ситуация на внешнем контуре, что нужно сплотиться и выстоять. Но, как говорится, не политика единой. Затронули на встрече и вполне житийские темы. Обо всем по порядку. Наталья Бреус. Когда государственная команда собирается в таком составе, сразу понятно, спектр вопросов может быть самый широкий. Многие из них диктует сама жизнь. Президент сходу обозначает, а кто-то подумает, что и обостряет тему, как обстоят дела с преступностью. Внимание антитеррору пристальное, как и противодействие экстремизму. Но не только это важно. Если вообще подвести черту под теми вопросами, которые связаны с преступностью и преступлением, вопрос глубокий защита законных прав и интересов наших людей. Это главное. Мы мало внимания обращаем в последнее время на эту проблему, но она существует. Пусть это по сравнению с другими государствами, даже самыми демократичными в мире, капля в море. Но, тем не менее, об этом нельзя забывать. Президент вспомнит и 20-й год. Время, когда многие были втянуты в политические игры по глупости. Это факт. Заблуждались, оступились, сегодня просят помиловать. Уехали, прозрели, хотят вернуться, но боятся. Сигналов таких много. Как быть? Понять и простить? Я поручал администрации с участием общественности проработать данный вопрос и предложить механизм его решения. Ну, почему с участием общественности? Многие говорят, вот Лукашенко тут уже страной не управляет. Не то Путин, не то силовики управляют страной. Я уже на эту тему как-то отзывался. Еще раз хочу подчеркнуть. Я выполняю свои обязанности согласно Конституции нашей страны. Как управлял страной, так и управляю. Что касается силовиков, согласитесь, что они свою роль в 2020 году сыграли. Они тогда меня не подвели, они выполняли четко поставленные перед ними задачи. Каждую минуту, каждую секунду я был в теме, отдавал соответствующее распоряжение. И силовые подразделения не отступились, не отступили и нигде, по большому счету, не провалились. Конечно, я сегодня учитываю их мнение. Для меня очень важно мнение моих ребят, которые служат сегодня в спецподразделениях. Альфа, Алмаз, Асам, ОМОН, СОБР. Военные люди, которых мы привлекали для того, чтобы навести порядок. Внутренние наши войска, ребята, стояли тут насмерть. Конечно, я безмерно их уважаю, отдаю должное и учитываю их мнение. Но наша судьба такая, людей военных и государственно служащих, чиновников. Мы должны жестко реагировать, защищая нашу страну и правопорядок. Но в то же время нам и хотелось бы исходить из личного. Мы люди государственные. Так же, как требовать, наступать, так мы должны, исходя из государственных интересов, и где-то отступить, сделать шаг навстречу, если это нужно. Обидно ли Александру Лукашенко, что были те, кто поддался на западные манипуляции в 2020-м? Вероятно, да. Даже если и кивать на телеграм-каналы, которые накаляли вбросами об избитых и о том, что придут в каждый дом. Рад ли президент, что у многих наконец-то спала пелена с глаз? Без сомнения. Но это личная, а личная, как было сказано главой государства, в сторону только страна. Лишние точки напряженности в Беларуси сегодня точно не нужны. Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома, это не я придумал. И если мы люди мудрые, и власть имеет признаки мудрости, она должна в таком ключе и действовать. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу. Эксперты сразу подметили эту риторику президента. Еще в храме, на Рождество, как ее ни назови, примирительное или созидательное, смысл один. В Беларуси готовы идти по пути согласия. Но как только это прозвучало в Минске, из-за польских и литовских кордонов, сразу вой и страшилки. Оно и понятно, гранты и финансовые потоки под угрозой. Вы, наверное, заметили в СМИ, когда я заявил о том, что мы готовы там разговаривать с теми, кто осознал свою вину и готов жить на родине. Вы видели, как захлебнулись эти все телеграм-каналы, чаты и прочее. Ах, тут хватают силовики, те, кто попытались приехать, сажают, чуть ли не убивают. Абсолютная чушь. Никто никого не хватает. Но почему они себя так ведут? Потому что им деньги, если и дают тихушкам-лохушкам, то только учитывая, что у них там пару тысяч людей, которые бежали вместе с ними. И Запад прекрасно понимает, что этих людей в перспективе этот самый Запад может использовать против страны нашей. А руководят якобы этими двумя тысячами или полутора тысячами беглых тихушки-лохушки. В штаб идут какие-то деньги. Как мы точно знаем, до этих несчастных полутора тысяч доходит, может быть, там, цент-два. Все остальное оседает в карманах так называемых штабах, офисах. Предстоит серьезная работа, чтобы во всем разобраться. Кто виноват, виноват ли в принципе и что делать. Для главы государства важно, чтобы все было индивидуально, справедливо и в рамках закона. Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно приступил к черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб, продолжая деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом. Законы мы привели в соответствие и достаточно ужесточили. Тем более, что отдельные из тех, кто туда побежали, кушать то хочется, ужесточили позицию и теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет. Все эти калиновцы, хоругви и прочее. Калиновцы в Украине, так? Эти хоругви в Литве, в Польше. Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Но мы это прекрасно видим. Мы четко понимаем и знаем, недавно по калиновцам был нанесен, их на фронт отправляют в Украину. Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируйтесь, оттренируйтесь. Поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку. Но надо тренироваться. Идите на фронт. Недавно на фронте попали под обстрел. Немало погибло. Но калеками ведь сколько осталось. Кому они сегодня нужны? Никому. Президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет. Ну, на злобу парень воевал за свою землю, оторвало ногу. И вторую чуть не потерял, если бы не наши врачи. Кому нужен? Никому не нужен. Ну, это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени. Когда пик революционных страстей спал, стало очевидно, что за порогом родного дома, родеющие за другую жизнь, никому не нужны. Низкопробное жилье втридорого, тяжко с работы и никаких тебе социальных бонусов. Что остается? Ностальгировать в соцсетях. Ну, это так себе реклама перемен. У каждого своя история. Президент это понимает и подчеркивает. Работа с теми, кто все осознал и хочет вернуться, должна быть персональной. А гулом никто ничего не должен делать. Ибо мы потеряем своих сторонников и законно потеряем. В том числе и вас, вот журналисты, которые здесь, которые сейчас на острие, и тогда им не сладко было. Мы это должны учитывать. Поэтому те, кто осознал, кто раскаялся, а не публичное заявление, это обязательно. Ты постился там в интернете, вот давай рассказывай, зачем ты это делал, и кайся перед народом. Или какие мы тут механизмы выработаем. А затем вместе с людьми, с общественностью, журналистами, блогерами, кто был на передовой тогда, мы будем решать, что с ними делать. Но шаг навстречу надо делать. Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться, работать, а кто нет. Но надо помнить, что не исключено, что некоторые из них могут воспользоваться нашими шагами навстречу, чтобы нанести нам определенный ущерб. Также в интересах спецслужб зарубежных государств, особенно наших соседей. Наших соседей по периметру, которые ведут себя подло, хуже, чем другие государства, подальше находящиеся от нашей границы. Поэтому наша задача, еще раз подчеркиваю, исключительно индивидуальный подход к каждому и справедливость принятия решения. Ситуация в стране абсолютно управляемая и спокойная. Хватило и политической воли, и поддержки истинных патриотов, чтобы отстоять Беларусь. На улицах не страшно, люди в погонах будут и впредь делать все для общественной безопасности. Но бдительность никто не теряет ни внутри страны, ни на внешнем контуре. Беларусь проявляет устойчивость перед внешними угрозами, обеспечивает защиту своей государственности и суверенитета, сосредоточенно на мирных и созидательных инициативах. Вместе с тем, страны Запада продолжают свою провокационную политику, не снижают гибридного давления, попыток дискредитации нашего государства на международных площадках и информационном пространстве. Их планы в отношении нас не изменились и нацелены на смену власти и ликвидацию государственности, в том числе и силовыми методами. В качестве движущей силы планируется использовать протестный потенциал наиболее активных радикалов из группы беглых и так называемых спящих, недовольных, находящихся на территории нашей страны. Некоторые притаились. Кто-то притаился, кто-то себя проявляет. Мы очень жестко работаем. Прошел 20-й год. Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг страны, особенно с нашей Украиной. Но это же для нас урок. Для всех 10 миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это для нас урок. Уже все поняли. Если бы мы не выстояли в 2020 году, мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине. Украина богатая, богаче нас. Было бы здесь хуже. Ну, всем понятно, что я не хочу, чтобы мне там или вам кланялись за это и нас благодарили. Но всем понятно, во имя чего и благодаря кому выстояли. И если уже после этого кто-то вылазит из-под плинтуса, как таракан и начинает опять или продолжает свое это гадкое дело, воюя против народа и против власти. Если кто-то, не дай бог, но открыто сейчас они побаиваются некоторые. Ну, слушайте, ну как с ними сегодня поступать? Конечно, мы жестко на это реагируем. Мы никогда не допустим этого шатания в 2020 году. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы предвыборные. Выборные на это влияли. Но это не оправдание. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить. Чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы. А вы правы. Там уже на Западе руки потеряют. В Украине этих готовят. Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной. Чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Зачем надо, непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопрос. И в воздушном пространстве, и на земле зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать. Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов, вылезли из-под плинтуса, не вылезли, будет жесткая. И пусть не обижаются. Мы предупреждаем. Задача – четко определить тех, кто действительно пересмотрел свои взгляды. Решено создать межведомственную комиссию. В ее состав войдут не только должностные лица, но парламентарии, общественники. Обратиться можно будет в любой удобной форме. Работа комиссии будет идти под началом генпрокурора. Многие действительно ни в чем не обвиняются, не подозреваются. Но им так, образно говоря, промыли мозги, что они сами себе что-то выдумали. Поэтому даже в первую очередь, вот они должны к нам обратиться. И мы, этот человек, должны сказать, к вам нет претензий. Вы можете спокойно вернуться в нашу страну и жить спокойной жизнью. Это одна категория лиц. Другая категория лиц, которые сами четко знают, либо сомневаются, чувствуют, что что-то есть. Мы тогда перепроверяем всю информацию и говорим, вот вы совершили такие-то преступления. Или вы подозреваетесь, или вы обвиняете в соответствии с законом. Есть такие правовые механизмы в случае раскаяния, обратиться, например, через помилование, другим способом. Все в рамках закона. Уже разрабатывается соответствующий проект указа президента. Поручение подготовить документ в кратчайшие сроки. Основное требование главы государства – дать людям шанс. Государство идет навстречу. Как уже президент сказал ранее, часть людей в медийной сфере. Пора уже переворачивать страницу. Пора уже идти по пути воссоединения. Что можно долго друг другу зубы показывать. А зачем? Это только негатив. Сейчас нужно максимально воссоединяться. Мы всегда относились к белорусам как к членам большой белорусской семьи. И мы понимаем, что кто-то мог оступиться, кто-то мог поддаться такому внешнему давлению, панике, определенным настроениям, которые были спровоцированы в обществе и не имели естественного происхождения. Именно поэтому глава государства и в целом белорусская власть понимают, что мы можем и должны людям, которые хотят влиться в наше общество, вернуться домой, не имея камня за пазухой, не имея каких-то злых намерений в отношении нашей страны, мы должны им дать возможность вернуться. Вот эта институализация, она сподвигнет к тому, что наши ребята, они могут вернуться назад. Потому что понятно, что абсолютное большинство там поддалось стадному инстинкту и прежде всего айтишники. Ну и, конечно, нельзя не отметить тот факт, что Лукашенко, президент Лукашенко идет опять на шаг впереди. Знаете, так как их бизнес маленький, вот этот политический, этих заводил, Латушек, Тихановских, других проходимцев, он чем-то похож на сетевой маркетинг. Чем больше людей вовлечено, значит, в это безобразие, тем больше им выделяют денег. Поэтому, безусловно, то, что наши ребята назад начнут возвращаться, нанесет колоссальный удар по маргинальной оппозиции. Это, конечно, важная тема, но и житейских забот сегодня хватает. За политикой видеть людей так давно принято в Беларуси, на то мы держимся. Александр Лукашенко не был бы собой, если бы промолчал. Качество дорог в Минске вызывает вопросы. Погода, конечно, та еще, то зальет, то подморозит, но это не значит, что тему спустят на тормозах. Я поручил вчера службе безопасности и милиции проехать по всем дорогам. Вывод один, на тройку, на тройку. Но что меня удивило? У вас в городе полсотни машин, полсотни даже больше машин, которые в этот период должны работать с этим ямочным ремонтом. Полсотни – это за сутки. Если организовать достойно, можно навести порядок на дорогах. Поэтому вы сделайте так, чтобы в следующий раз мои ребята службы безопасности и гаишники, которых я привлеку, проехали и сказали, да, действительно многое сделано. Надо работать в этом направлении. У нас же все на автомобилях ездят. Пешком же никто не ходит. Естественно, идут эти жалобы. И вот я говорю, сутки работали мы, я вчера поручил в обед. За сутки люди сделали вывод. Терпимо, но работать надо. Полсотни машин, которые могут ремонтировать, качественно проводить этот ремонт. Пожалуйста, вместе разберитесь с Кухаревым и Горисполковым. Будет плохо, если я начну разбираться. Еще один момент в работу администрации. Он касается индивидуальных предпринимателей. Не лишним будет пояснить новые правила работы. Надо еще раз, Игорь Петрович, правительству поручить взят на контроль, чтобы им довели нашу политику в отношении индивидуальных предпринимателей. Начался год. Все идет по линии, как мы принимали решение. Вот мы приняли решение, что индивидуальные предприниматели должны подняться на уровень выше. И как все там физические и юридические лица платят налоги. Принимали такое решение. Вот эти исключения, некоторые индивидуальные предприниматели, мы на них посмотрели, стали буржуями гораздо большими, чем те, кто сегодня фабрики и заводы тянет. Тот же Амкадор, допустим, и так далее. И сравнить с индивидуальными предпринимателями небо и земля. Поэтому здесь уже у нас перекосы пошли. Ну и надо цивилизованно работать. У нас тогда был вопрос, отрубить это сразу или дать какой-то срок для того, чтобы ИПшники могли спокойно преобразовать свое дело, на более высокий уровень подняться. Как все платят налоги и работать, их никто и трогать не будет тогда. Мы дали этот лаг временной. Наступила 1 января, мы делаем первый шаг. ИПшники некоторые заволновались, ах, тут опять на них наступают. Никто не наступает на них. Просто это тот план, который был ранее озвучен. Надо им просто разъяснить, каким путем мы будем двигать их к цивилизованной торговле или производству. Создавать условия для работы – это задача государства. Внятные правила игры обозначают для всех, не только для предпринимателей. Для ученых, например, наука должна давать отдачу и быть практикоориентированной. Это пример по горячим следам. Как раз по соседству в Белэкспо проходит выставка «Беларусь интеллектуальная». Это никуда не годно, что мы на три дня выставку эту выставились на три дня и остановились. И люди потоком пошли просьбы и прочее, в том числе с регионов. Продлите эту выставку интеллектуальную «Беларусь» для того, чтобы организовать нам надо и пропустить через нее особенно нашу молодежь. Они же все тычут в эти телефоны, айфоны и прочее, и убеждены, что в стране ничего не делается на перспективу. Но те, кто побывали там, ахают и охают, так неужели это мы сделали? Ну так давайте покажем молодняку этому, чтобы они прошли и посмотрели будущее. Ведь там около тысячи экспонатов, и это капля в море, где показывают наше будущее, перспективу. Было бы неплохо показать все наработки в регионах. Интерес к выставке интеллектуальных достижений, сделанному учеными, действительно большой. Ведь для многих стало открытием, что так много нам по силам. Создаем инновации с прицелом на будущее и перспективу. Это порой так важно. Оставить позади все трудности и негатив и идти только вперед. Наталья Бреус, Алексей Мартиненок, Екатерина Тихомирова и Александр Олешко. Агентство теленовостей.